В эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 апреля 2018 года среда, по одному из старинных 3-4 день месяца пробуждения природы 7526 лета пятница. Мы в виртуальной студии находимся с Мариной Макаровой. Здравия тебе, Марина. Здравия, Алексей. Здравия всем слушателям. Я Алексей Орлов, ведущий, и сегодня мы начинаем урок очередной мудрости постигать уже седьмой строй семьи. Известно много различных строев, и капиталистические, и социалистические. Ну, был еще здесь домострой. И вот мы будем говорить про строй семьи. Что же это такое и с чем его едят, я надеюсь, сегодня нам расскажет Марина. Итак, пожалуйста, Марин, приступай. Благодарю, Алексей. Я сегодня приготовила очередной сказ. Сказ этот изложен не в капиталистической, не в социалистической традиции. Мы обсуждаем традицию родовую. И вот то, что сегодня мне бы хотелось обсудить с нашими слушателями, это не фиксация того, что было у наших предков, того, что несет в себе традиция. Интересно в этом сказе было представить себе ту схему, в которой люди бы жили правильно. Вот в нашем представлении, как должно выглядеть устройство семьи, устройство рода в неискаженном виде, когда учитывается большое количество условий, и при этом выполняется основная программа рода. Продолжать род, совершенствовать окружающее пространство, творить и выполнять свое предназначение. Поэтому всех, кто усомнится в каком-то этнографическом соответствии вот этого сказа или заподозрит какие-то нестыковки с историческими сведениями, я хочу сразу предупредить о том, что этот сказ является скорее проектом будущего в нашем понимании, нежели фиксацией дел давно минувших дней. Вот. Ну, это то, что я хотела сказать до того, как начать читать сказ. Ну, а сейчас предлагаю всем послушать то, что мы сегодня приготовили. Сказ о Яромире и Матрёне. Было то не так, чтобы давно. Жил-поживал в большом роду Руси Великий Яромир, сын Светогора и Радуни. Род их земной жил по кону рода прародителя, да по уряду земному, что старшие в роду его блюли неукоснительно. А уряд их рода был такой. «Храни род свой земной да небесный, береги Матушку-Землю, держи небеса. Держи небеса, значит, духом будь крепок. Луч путеводный к роду небесному крепи, да ширь. Горнюю правду в яве утверждай, лики светлые проявляй. Те лики – опора всемирия, небеса и землю единят. Лад утверждают, веду открывают. Береги Матушку-Землю, значит, заботься о ней, и, как о Матушке, чистоту поддерживай, плодородию способствуй. Помни, что не один ты у Матушки-Земли, сын или дочь, а много еще существ разных приютила она, кормит и согревает. Всем у нее места и заботы ее хватает. «Храни род свой», значит, приумножай и сохраняй сам род. Лад и порядок в роду. Старших уважай, светлых почитай. «Силу рода свивай, мир свой строй, развивай покону рода по правде вышней, чтобы были в роду достаток и благополучие, малому да слабому покров и защита, сильному совет до одобрения, разумному возможность, душевному ласка, а для всех – любовь и лад». Жить в роду их семьями было заповедано. «Семья – это когда каждый человек семь ипостасей познает. Те ипостаси по кону рода прародителя, по подобию, как вверху, так и внизу. Малая копия древа рода. Я – человека, ствол его. Корнями он в детство уходит, и там три ипостаси познает. Сыном или дочерью бывает, внуком и правнуком. Ветвями в будущее направлен, там ипостаси родителя, деда и прадеда приходят. Сам Яромир был младшим сыном, и досталось ему любви родительской ни много, ни мало, а в достатке. Вот только с измольства мысль ему пришла. Хотел он пораньше жениться, чтоб не было великой разницы годами с дедушками его. Он ведь самый младший был, а родители уж в возраст вошли, мудрыми, достепенными стали, любили его, добаловали, да не всегда за ним поспевали. Шустрый он малый был. Вот и надумал он себе пораньше жениться и дедушками дружными обзавестись по наказу старейшины рода. В роду их было принято невест присматривать, еще с зыбки. Так что уж знал Яромир, что сужена ему Матриона из соседнего места и их близкого рода. Да только мала еще была невеста его. Косу ей еще не плели и в хоровод не выводили, однако к жизни семейной уже приучали. Хоть и мала была Патрена, а уже и хозяюшка, и мастерица. Не отставал мастерстведа в обучении Яромир. До трех годочков-то он с матушкой все больше был. А как пошел четвертый годок, посадил его батюшка на коня, да прошептал ему слова мужские, заветные. Осознал тогда Яромир, что мужчина он в своем роду, только малорослый пока, и принялся он мужскую науку постигать. Принято в роду у них было, что родители кормильцами были, а воспитателями, дедушкам, были дедушки, да бабушки. Вот они и занимались потомством своим. Свет правды открывали, образом мира напитывали, порядок объясняли, к ремеслу приучали. Дедов-то у него много было. Не только родные, а и двоюродные еще. Все умные, да разумные. Ремесла знали, да науки всякие. Да и бабушки от них не отставали. Всяк в своем деле большим знатоком был. И науки той с любовью, да терпением, внучков своих обучал. На четвертом году, как отец-то его к мужскому чину приобщил, засветилась у юного яромира, тяга к плотницкому достолярному ремеслу. И такое хотение в нем было, что мигом он схватывал всю науку. Так его мечта повела. Увидал он как-то во сне сказочной красоты терем. И уж очень ему хотелось такую же красоту строить да мастерить. К восьмому году уж не только баклуши бил, а и ложки сам резать выучился, гудочки всякие. Деду игрушки помогал мастерить. А когда по дому, что надо, и там умудрялся приложиться, так яромир душою, любовью к миру своему родовому напитывался, к родной матушке-земле. Через ремесло, до игры образ мира постигал, до науку семейную. К четырнадцати годам уж и вовсе мастером стал. Знал, когда и где какое дерево добыть, как заготовить, какое дерево чему соответствует. Характер его знал да особенность, да умел изготовить вещицу не только ладно да складно, а еще и в срок. Тогда за наукой уж к прародителям наведываться стал, к старшим хранителям рода. Что знали, как душевное да телесное здоровье поддержать, магию вещей знали и много еще чего полезного для ремесла яромира подсказывали. Матрюна его тем временем тоже подрастала. Ох и ядреная ж девица становилась, и телом крепкая, и личиком пригожая. Умница-разумница, да ласковая и заботливая. Было ясно, что не быть ей еловой невестой бесплодной, а быть красавицей кровь с молоком, живы полной, ладной да желанной. С четвертого годочка, как матушка ее в женский чинь ввела, стала она хозяйству да домашним наукам приучаться, рукоделию да мастерству женскому разному. А более всего, нравилось ей мечтать да сказы слушать. Да столько она их выучила, что уж и сама рассказывать начала. И любимым сказом ее был сказ о тереме чудесном, что в тридевятом царстве, в тридесятом государстве стоял. И вот, к двенадцатому году вошла она в девичью пару. Срамной ей стало уже в одной рубахе ходить, одели ее в запон, кушаком подвязали, косу трехпрядную заплели, да в хоровод ходить разрешили. А поскольку уж Яромиру обещана она была, в могучую косу ее ленту вплели, в знак того, что на выданье девица. Да начала шить она красные сарафаны, готовится к жизни семейной замужней. Знала она женихе своим нареченном, и страсть, как хотелось ей повидать его. До сроку не знакомили их пока, но рассказывали немало. Знала уже Матрена, что жених ее нареченный мастером растет, к столярному ремеслу тянется, и сама интересоваться стала, что за ремесло такое, какая в нем особенность да интерес. Сама же тоже немалому мастерству обучилась. Умела она шелком ткать да вышивать, так, что глаз отвести невозможно было. Все сказы, что знала, в шелк укладывала дивными узорами да образами чудными. Хоть годами мала еще была, а уже пошла молва ее руководили далеко по родным землям. И когда пришла пора им знакомиться, уж немало они друг о друге знали. И по уряду семейному да родовому друг другу подарки смастерили. Яромир Матрени чудесный гребень яблоневый в дар отправил да прялку дивной красоты с солнцем да луной, со звездами частыми да птицами невиданными. А в узорах-то его глаз верный да рука крепкая. Матрена выткала Яромиру полы с шелковой, да не простой, а с мечтой своей, теремом сказочной великой красоты. Ах, как увидели они подарки-то друг друга, так и влюбились еще даже взгляда друг на друга не обратив. То души их восхитились друг с другом. По вечерам семья Яромира собиралась за вечерним столом. Вечеряли, вели беседы о том, как день прошел, кто что новое узнал, что с кем приключилось, какие думки кому пришли. Сестер да братьев у Яромира немало было, да младшим самым он был. Уже все старшие своими семьями обзавелись, жили неподалеку и каждую малую пору по заведенному в семье порядку приходили на вечерний семейный совет. Всей семьей собирались, дела обсуждали, да у кого что произошло. И радостями, и бедами делились, советами обменивались, с лаской да любовью друг с другом общались. Радостно сообщил Яромир своим домашним о чувстве своем. Порадовалась семья его, подбодрили его, советами разными наделили, порешили уж и свадьбу готовить. Яромира с Матрёной тогда познакомили, чтобы могли они до свадьбы получше узнать друг друга, образ совместный выстроить, цели свои проявить да свить, о порядке общим договориться. Стал Яромир гостить у Матрёны. Глянулась она ему нравом бойким, но покладистым, чуткостью да вниманием своим, аккуратностью да хозяйским глазом, а более всего, чудными сказами, что знала она в те поры уже великое множество. Яромир Матрёне тоже приглянулся уверенностью своей и мечтой высокой, пустынением светлым, в мастерстве его явленном, крепостью рук и духа, широтой разума да удалью молодецкой. Разные они были, но так удачно дополняли друг друга, что через короткий срок уж думать о другом не могли, как о том, как будут жить, поживать вместе. Да тут пришла лиха беда в рот Яромиров. Дед Яромира чудить стал, с пути сам сошел и весь свой рот в морок завел. безладие пришло в рот их, без кормица и убыль, стало им не до свадеб. А Яромира то, ох, как опечалило, увидел он великую возможность проявить устремление свое, мечту свою детскую о чудном тереме воплотить. Своя-то охота сильная у него была, да как увидел он, что ни у одного него та мечта есть, а спутница ему есть, вдохновение и поддержка его устремлению. Почуял он, что силы его во много крат прибыли, то крестная сила себя явила. Крестная сила такова, что в паре проявляться и силы каждого так приумножает, что любая задачка решиться может. Когда каждый за себя, сила только в половину себя кажет. А когда за кого-то вступается или дело общее впрягается, вот тогда она силушка могутная в полноте своей предстает. Вот та сила и подвигла Яромира задачку непростую решить, вернуть род свой к правде, лад да порядок восстановить через совет да мудрость старших в роду, да про то другой сказ. все все у него получилось на славу, а как лад дарят в рот вернулся, так тут же и повели их смотреные его любезной. Свадьбу широкую, весело играли, с песнями да плясами, подарков надарили, обласкали, да благословили, светой мживой такой наполнили, что сразу пошла у них жизнь в гору. И понятно, все родовичи и земные и небесные, коли рядом встанут, да свет свой совьют и к роду прародителю великой матушки направят, откликнется род Всевышний има Великая, на один шаг к ним навстречу сделают десять, потому что радостно им видеть, как клад и красота в мире множатся, правда Вышняя укрепляется, веда чистая сохраняется. И начали тогда Яромир да Матрёна жизнь новую совместную, начали свою семью строить, мир свой крепить, род длить по уряду, да по заповеди своей родовой. Ну, тут как водится во всех русских сказах, на свадьбе обычно дело и заканчивается. Алексей? Да, к свадебке переходим, за стол зовешь. Свадебку мы опустим, а вот продолжение рассказа это уже жизнь после свадьбы, что крайне редко описывается вообще в наших сказках. Не, ну почему, подожди, вот там жили, были старик со старухой, после сказки. А где ж молодая письма? А, то есть как бы вот самого интересного и выпускается. вот самый вот этот изюм как раз и выпадает. Интимные подробности, я бы сказал. Поэтому мы решили вот во втором сказе развернуться по полной. Так, ну-ка, давай-давай, с этого момента поподробнее, ты меня заинтриговала. Ну, у меня вот сейчас вопрос, или мы обсудим то, что в первом сказе, или послушаем второй, а потом уже перейдем к каким-то обсуждениям, как ты считаешь? Я думаю, давай мы не будем нарушать традиции, ты сначала изложишь сказ, как он есть, и уже потом, исходя из того, какая будет реакция, а у нас иногда, ты понимаешь, реакция странная бывает, то вопросов куча, а то ни одного все сидят вот так вот, да, все сидят вот так вот, подперев ладошками подбородки и слушают, так слушают прям. Вот, давай поэтому сделаем так. Ты расскажешь, а вот дальше будем смотреть, что же там у нас зрители и слушатели написали. Хорошо, продолжаем. Сказ о Яромире и Матрёне, часть 2. После свадьбы пришла пора Яромиру свой ряд да порядок семейный выстраивать по тому образу да договору, что с Матрёной еще до свадьбы придумали. Общий уряд родовой до заповеди рода они чтили и соблюдали и в семье свой ряд согласий с той заповедью строили. Определили они, что в доме хозяин да хозяйка есть. Каждый за свою часть ответ несет. Яромиру внешний мир поручен был, а Матрёна внутри дома. Семьи до родов их взор свой до заботы удерживала. Лад семейный в ее ведоме стал. Род Яромиром им дом поставил не велик не мало в самую пору для начала. Через полгода как сами устроились, так и хозяйством обзаводиться стали. Стали им родичи подарки дарить, кто живность какую, кто саженцы, кто материалом каким нужным пособит. Яромир сам мастером немалым был, дом ладить стал. Матрёне своей, мастерице искусной, светлице такое гнездышко устроил, что сказы ее в шелке шитые, дотканые, краше прежнего стали. Так всем миром на первый год хозяйство свое они наладили и стали думать, когда детушек им в семью-то призывать. В роду Яромира нашего еще такой порядок бытовал. Старейшина рода наказ дал, чтобы детки в роду рождались. Первые двое за отца и матушку роду небесному посвящены, другие двое роду земному, третьи двое отсюда матери продолжения, четвертые двое миру. Из тех деток четверо, чтоб в своем роду остались, пару себе брали, да потому же порядку род земной продолжали, а другие четверо могли в другие рода идти, свою пару искать или путь свой вершить самостоятельно, коли на то воля и желание есть. Первенцы, что роду небесному посвящены, в зимнюю пору в род приходят, потому с Велесовой до Ярельной сречи призыв к ним обращают. Тем, что для рода земного приходят, пора осеннее, призыв к ним с Ярилиной до Перуновой сречи. Тем деткам, что отцу до матери опора, пора приходить летнее, а призыв к ним с Перуновой до Дидовой сречи. А те, что миру назначены, в весеннюю пору приходят, потому призыв к ним с Дидовой до Велесовой сречи обращать неужем. Так Яромир с Матрёной и поступили. Обратили они свой призыв в самый велик день, когда Ярила красносолнышко в пору свою входит в силу да славу. Паял Яромир Матрёну свою недалеко от дуба священного в роще родовой. Все по чину сотворили и понесла Матрёна первенца своего. Радостью счастливого ожидания наполнился их дом. Готовились они с Яромиром познать силу великую, материнскую. Помочь ту силу познать, проведать, помогали им бабушки из рода Матрёны. Наставляли они молодых мудростью своей, да опытом. Советовали поддержку улады матери великой искать, чтобы души предков, вновь в явь пришедшие заботу да ласку ощутили, а пуще всего позволения к жизни в яви, к деланию великому. Пришла пора. Отворились врата светлой Нави и разрешилась Матрёна первенцем, крепким, да ладным. Великое посвящение вражанице и матери прошла Матрёна. Поветуха все по чину сотворила, младенца приняла повела как положено и Матрёне должное внимание уделила. Принял Яромир первенца своего на руки и так возликовало сердце его, что до самых высших небес вознеслась радость его. Принял он силу материнскую, великое таинство познал, свое посвящение принял, стал он теперь отцом семейства своего. Так Яромир с Матрёной великое таинство творения рода прародителя и великой има познали, таинство сотворения существа. Тем уподобились прародителям небесным и в новый круг познания вошли. Первенцу своему Яромир зыбку смастерил ровно такую же, как в его доме отцовском была. Да приладил ее так, чтобы дитя все время у Матрёны на глазах было, чем бы она ни занималась дома. Первый гаток дитя тело свое новое осваивает, с обстановкой знакомится, к Яве приобщается. Непростая эта задачка из одного мира в другой переходить. Оттого особая забота и внимания ему нужно. Особенно материнская любовь да забота. Ведь душа воплощенная только из объятий любви рода прародителя и великая ма вышла. И матушка земная ту же любовь ребеночку передать должна. В том главная ее задача принять новую душу с любовью, обласкать да с миром познакомить, помочь освоиться, да на свои ножки встать, ручки свои освоить, силой да упругость их наполнять, гибкостью да подвижностью развивать. Как и великая ма, матушка земная ребеночка живой наполняет, силой жизненной да душу его пестует, песнями колыбельными красотой да теплом раскрывает, добро и свет мира нового для ребеночка своего, руками нежными приятия ему передает, через молоко материнское живой да силой его наполняет, то ось питания ребенка происходить начинает. Второй годок дитя душу свою раскрывает, с миром общаться начинает, и опять тут ему матушка основная подмога и проводник, да и отец недалече, все показать да рассказать, совсем познакомить, где предостеречь, а где заинтересовать, и все через душу детскую, нежную и трепетную. Третий годок дитя ум-разум осваивает, опыт собирать начинает, в понятие входить, и тут еще матушке рядом с ним быть, глаз да глаз держать за ним, не поседая он становится, шалунишкой, и тут матушкина задача вдоволь новорожденному уму возможностей предоставить, изучение мира у малыша начинается, в том ему помогать да направлять его нужно. На четвертом году дух малыша устанавливается, и тут отцу главная роль переходит. В эту пору детитка стать свою определяет, и к выбору судьбы своей подходит. Мальчиков и девочек в эту пору в одежду разную одевать начинают, пояса подпоясывают, да к делу домашнему приучать начинают, каждого по статье его. Сын отцу помогает, а доченька матушке во всяком деле домашним. Так свершается первый круг познания телесный. Все составы нового человечка проявляются. Тело, душа, ум, дух. Семьями малыш овладеть должен, чтобы цельность в нем образовалась. А родителям ребеночек учителем в ту пору становится. Они с ребенком своим вновь по кругу тому идут, и коли чего-нибудь допоняли в детстве, теперь поправить могут. Так и Яромир с Матреной начали постигать науку воспитания вместе с дитятком своим. Вошли они в пору кормильцев. Однако же и себя не забывали. Каждый своими задачами занимался. Яромир по печенью о доме своем до семьи вел, достатком до обустройством занимался. Однако при этом мастерство свое оттачивал, с братьями до дидьями разные работы выполнял в роду да на сторону, тем достаток рода пополняли и его Яромира дома. Матрена же не только хлопотами о младенце жила. Все она успевала и за домом, да хозяйством проследить, и себя в красоте и порядке держать, и супругу своему милому заботу да внимание дарить. Дом у них полной чашей стал, справная измотренная хозяйка вышла. Все, что Яромир в дом приносил, добро какое или мысль какую, все к порядку да на пользу пристраивала, сберегала да на дело направляла. В общем, берегиней своего дома потихоньку становилась. Жизнь у них дружно протекала. По вечерам за большим столом они, как и в родительских домах заведено было, вечеряли, делились событиями дня, общие дела обсуждали, до мечты и чаяния свои свивали. Каждый к супругу своему с уважением да заботой относился, любовь да ласку проявлял, теплом и вниманием одаривал. Тем в их доме лад дарят утверждался. Первенца своего на втором году в род свой прадедом да пращуром представили. Старшие ему имя нарекли, да только имя то до срока никому не сказывали, а домашние его Васильком кликать стали. За глаза его синий и синий, да еще за то, что в пору Велеса Мороза он в мир явился. Когда Васильку третий год пошел, решили Яромир с Матрёной снова призывать дитя, на этот раз роду земному. Призыв на коляду сотворили, время сытное и веселое. Обратились они к предкам небесным за благословением, все по чину сотворили. Паял Яромир Матрёну дома, у печи крутобокой, с почтением к духам дома, и понесла Матрёна во второй раз. Радостью их дом наполнился, трудом наполнил, душою да духом исполнил. Ковсенью дождались они. Разрешилась Матрёна близнецами, мальчиком и девочкой, крепкими, ладными да веселыми. Не успели на свет появиться, а уж улыбается вовсю, а на щечках ямочки. Осень в том году благодатная выдалась, большой урожай собрали на полях родовых да в садах, успешно в артелях потрудились, да и к ремеслу женскому большой интерес был купеческий. Прибыло немало в кош родовой и решено было советом старших самым мастеровым родовичем в артелях или кто сам трудился выделить часть из коши по потребности, кому чего надобно. Получила свою часть и артель братьев Яромира. Сам Яромир к тому времени уже знатным мастером слыл и решила артель Яромиру возможность его расширить, ремеслу его тонкому столярному новое дыхание дать, приобрели они, что нужно было, столярную мастерскую оборудовали. Вот уж радости у Яромира с Матрёной в тот год было. И семья пополнилась, и дело расширилось. Матрёну тоже вниманием не обошли. Когда дети в род приходили, весь род радовался. Надарили ей подарков разных, вниманием да любовью ее поддержали. А Матрёна то в долгу не осталось. На радости сама подругам своим да своякам подарки дарить стали. Кому ленту, кому поясок, кому очелье, кому кесет, или еще какую мелочь. Да только мелочите ее ручками умелыми, шелком вышиты, так мудрено да необычно, с такой выдумкой да сказкой, что пошла молва ее рукоделии далеко-далеко. Стали стали ее попросить вещицы разные делать. А она и рада. А в помощь ей по дому да по хозяйству сестры Яромировы приходить стали. Родные да двоюродные. Им не в тягость, а Матрёне подмога да и веселее. Василек тому времени на второй круг знания вышел. Пятый годок ему пошел. И взяли над ним опеку деды-воспитатели. Ответственная у них задача стояла у каждого малыша, кто возрастом вышел, проявить дары его природные, кто к какому делу склонен, по личности его, да по характеру. Род большой, дедов родных да двоюродных много, и каждый свое дело хорошо знает. Вот и взялись они малыша с разными науками знакомить и смотреть, какая из наук ему ближе покажется, чтобы образование Васильку дать по его способностям. Образование это передача образа мира. Василек таким сообразительным оказался. За что не возьмется, все у него получается. Да не просто получается, а еще точно знает Василек, к чему какое ремесло предназначено и как с другими связано. Показали ему, как зерно выращивают. А он сам догадался, что с землей работать инструмент крепкий нужен. Значит, пахарь с кузнецом связан. А после как соберут урожай, зерно подготовить надо. И тем милник занимается, потому как матушка его дома зерно там молола. Но понемногу, непростое то занятие, нелегкое, жерновато крутить. Василек пробовал и помнил тяжесть камня, перемалывающего зерно в муку. Подивились такой смекалке, да призадумались тогда деды. Знали они, что первенец Василек и что роду небесному завещан. Пошли совет держать к прародителям. Прародители земные хранители рода. Мудрость их телесное да душевное здоровье рода бережет. Тело и разум рода они сохраняют. Третьим кругом познания они заведуют. С 13 года юношей да девушек получают. Выслушали их прародители большого рода, из которого дед Яромир это вышел. Совет собрали и решили Василька посмотреть да испытать смекалку его да ум разум. Прибыли они в дом Яромира и Матрены. Хозяева рады, да недоумевают, что это за честь им такая принимать у себя прародителей. Стол накрыли, приняли гостей хлебосольно, близне и поварни. Поварня та особая была, в восемь граней, да под шатром. Очаг в ней широкий стоял, и гости вокруг того очага разместились. Призвали в тот очаг всемаргла сворожича, столб светогня поставили и повели обряд приветствия рода небесного и рода земного по уряду, что в роду их принято было. Тем великую честь оказали предкам небесным и земным. Затем к трапезе приступили. А трена хозяйка это знатная, хозяйственная да домовитая, чем только гостей не подчевала. Лето было в разгаре в ту пору, а в саду их фрукты да ягоды поспели. Напекла матрена пирогов, морсу надавила, сбитню наварила, солений до варенья у нее всяких в изобилии было, все на стол поставила, дорогим гостям поднесла. Ох, порадовались такому приему. Пошли хозяйство смотреть. Куда не зайдут в амбар, а там порядок, красота, изобилие. В хлев танкорунные козы там холеные, чистые да сытые стоят, гостям улыбаются, головами машут, радуются хозяевам и их гостям. Птица мелкая да покрупнее на выгуле гуляет. Дошли до мастерской Яромира. Зашли внутрь и девицы начали. До чего ж ладно в ней устроено все было. А уж какие диковины у Яромира в работе были, то им даже не всем ведомо было. Знали они Яромира хорошо. Он у пращуров в те поры четвертый круг знания постигал, но такого не ожидали увидеть. Доровит оказался Яромир на ремесло, ну а сын его Василек весь в отца пошел. На лету все схватывает, все смекает да запоминает. По нраву прародителям пришлось, как Яромир смотреный свое хозяйство ведут. Лад в доме их и порядок, мастерство и трудолюбие хозяев. Поняли они еще, что Васильку особое внимание нужно. Много любви и заботы получил он с рождения. Хорошую основу заложили ему родители и верное образование деды давать начали. Но дар у Василька иного рода открываться начал и пошли прародители за советом к пращуру. Пращуры старейшины земные ликом светлые душою мягкие до широкие любовались они родом своим хранили конда правду родову потомков своих анестезиеп праве блюли просветителями своего рода они стали дух и душа рода земного в их ведоме был. Пришли прародители за советом к старейшине земному их рода к пращуру. Уж более сто лет ему было но в яви он пребывал в здравии да в разуме. Мудрость великую он собрал светом и ликом рода своего земного стал. Поведали они о малыше в роду спросили о судьбе его как ему помочь на путь стать предназначение свое исполнить обратился тогда пращур к матушке Мокоши что нитями судьбы ведает о пути Василька поведала ему матушка Мокош о пути его открыла предназначение его высокое да остерегла до срока о том не вещать посоветовал тогда пращур просветителям чтобы вели они Василька но до от дома пока не забирали особенность его миру не являли но за образованием его следили где надо направляли дедов воспитателей чтобы дали возможность раскрыться всем дарам Василька то ему на пути важно будет так и сделали все деды обучали Василька каждый своему ремеслу да уму разуму от каждого воспринял он одну из граней образа мира но не рассыпались те грани у Василька а складывались в волшебный кристалл знания просветители нет-нет дозаглядывали к Яромиру с Матрёной свет правды родовой им открывали в виде родовой наставляли поделились как-то Яромир и Матрёна с просветителями мечтой своей детской о тереме сказочном не оставляла их мечта то в снах приходила а когда и в яве мерещилась любили Яромир и Матрёна эту мечту мечтать много уже намечтали и как выглядит тот терем снаружи и внутри какие там хоромы до светёлки гульбище до мост лестницы чудные да красное крыльцо высокое да резное вот только неведомо им было кто в том тереме жить-то будет заинтересовала мечта это просветители снова за советом к пращуру они пошли на этом вторая часть пока закончена и продолжение мы услышим уже в следующем нашем эфире ну вот так всегда на самом интересном месте как ты так могла с нами поступить ну как ты могла с нами так поступить ну ладно хорошо давай сделаем так сейчас буквально несколько секунд паузы после чего ко второй части переходим будем же разбирать то что было прочитано и услышано и так музыкальная пауза в кавычках и продолжаем Народное славянское радио пора просыпаться продолжение слушайте в следующей части в следующей части